Готовы к труду и обороне. Так можно сказать про владимирцев, получивших значки ГТО. Желающих сдать спортивные нормы с каждым годом все больше. В 2016-м нормы ГТО сдавали уже 11 раз. На стадионе Северный проверить свою физическую форму собрались не только школьники, студенты, но и взрослые. Организаторы и участники заявляют, начать заниматься спортом и вести активный образ жизни никогда не поздно. Каждый житель России обязан хотя бы попробовать свои силы и соотнести свои физические способности с теми нормативами, которыми предлагает нам выполнить этот комплекс. Ольге, чтобы получить значок, нужно потянуться на перекладине 10 раз. Именно настолько силы хватило. Говорит, тяжело, но все возможно. По профессии Ольга бухгалтер. Работа сидячая, много двигаться даже при желании не получается. Но женщина старается вести активный образ жизни. Сдать нормы ГТО решила для того, чтобы проверить свои силы. Я сдала только половину. Вес, подтягивания, наклон. А впереди еще серьезный это бег. И как успехи по тем дисциплинам, что уже сдали. Все по норме, я сдала, что положено. Прыжки в длину, упражнения для пресса, подтягивания, поднятия гири, кросс, метание гранаты. Упражнения базовые, несложные, выполнимые для всех. Утверждают судьи. Кстати, оценивают владимирских любителей спорта высоко квалифицированные профессионалы. К сдаче норм ГТО они, как и сами участники, готовились заранее. Проходили обучение. Прежде чем выполнить какое-либо упражнение, участникам рассказывается технически, как правильно нужно выполнять движение, чтобы все были участники в равных условиях. Даша будущий врач. Пока девочка учится только в 11 классе, но абсолютно точно уверена, что поступит в медицинский. Мало кто из ее друзей решился сдать нормы ГТО. Но для Даши это очень важно. В детстве она не занималась спортом, а сейчас хочет золотой значок. За него начислят несколько баллов к результатам ЕГЭ. Я считаю, что это маленький долг каждого из нас. Быть спортивным – это круто. Сдача норм ГТО – дело абсолютно добровольное. Прийти и протестировать себя может каждый желающий. Возрастных ограничений нет. Заранее нужно только зарегистрироваться на сайте ГТО и получить персональный ID номер. Дальше человек попадает в свою возрастную категорию. Всего их 11. Есть, кстати, упражнения по выбору. Хочется продолжать быть молодым, сохранить здоровье, продолжительность жизни увеличить. Вот это все в таком ключе. Кстати, участников спортивного фестиваля холодная погода не остановила. Спорт – это жизнь. Так считают сегодня многие владимирцы. А потому сдавать нормы ГТО в этом году будут и дальше. Например, зимой жители города смогут проверить свою физическую форму в таких дисциплинах, как плавание и лыжный спорт. Влада Миткова, Евгений Токарев, 6 канал.